МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я оператор. Пришел на встречу судьбой. Надеюсь, в кадре сегодня разглядеть свою любовь. Это мой друг Борислав. Василий, 32 года. После неудачного романа с эмансипированной американкой влюбился в соотечественницу. Но не угодил ей с подарком и после скандала ушел. Василий оператор на федеральном канале. Снимал для Би-Би-Си и Аль-Джазиры. Монтировал предвыборную компанию Хилари Клинтон. Коллекционирует деревянные черепа, готовит омлет из перепелиных яиц и не любит спецэффекты. Мечтает переснять гладиатора на свой вкус. Василий видит рядом с собой голубоглазую шатенку с ровным загаром и в сарафане чуть выше колен. Она должна думать на английском языке и спокойно относиться к его командировкам в горячие точки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как это приятно. Да, очень по-русски, кстати. Спасибо большое, очень приятно. А улыбка у него такая задавочная. А мне интересно, а у меня такие цветы подарок? Нет, хорошая большая. Нет, нет. Василиса, сразу вопрос к тебе. Что скажешь о женихе? Жених с настоящей русской душой. Очень чувствительный, очень эмоциональный и одновременно со страстью к внешним эффектам, к драматическим даже эффектам. Я думаю, что способен за женщиной красиво ухаживать, производить впечатление, стремиться даже произвести впечатление возможными для себя методами. Мне внешне нравится. Внешне, да, мне тоже нравится. Не все свои обещания перед женщинами вы выполняете. Иногда ведете себя, ну, не то чтобы бесчестно. Будем надеяться, что воспитание этого не позволяет. А скорее хитренько. Можете забывать про то, что обещали сами. Можете иногда ловко для мужчины выходить из разных сложных ситуаций. Но даже Шекспир говорил, что влюбленные обещают больше, чем могут сделать, но потом в результате не делают даже того, что и могут. Ну, поэтому это распространенная для мужчин история. Мне кажется, жених прекрасен. Я не очень люблю хвостик, но это тоже можно убрать. Ну, жених, конечно, прекрасный, но при всех его талантах еще тот будет будущий муж. Вот смущают меня ваши вот эти вот постоянные поездки то в горячие точки, то куда-то в Келеманджаро. Вы собираетесь, да ладно бы, снимал бы за денежку. Ведь ездить за впечатлениями, а сейчас ведь оператор-то один не ездит, правильно? Он же еще с журналистом, а журналистом, а журналисты у нас вон какие все девчонки красивые. С ума сойдет просто жена от ревности. Мне очень нравится, мне кажется, что он добрый, что он добрый. Добрые глаза. Добрые глаза. Василий, вы достигли наоборот на мощи вот таких высот в своей профессии, на зависть многим. И вдруг на пике карьеры почему вернулись из Америки в Россию? Ну, я решил поменять свою жизнь немножко. А что там не устроило в Америке? У меня всегда была ностальгия по России. И я хотел найти себе русскую девушку. Будем надеяться, что остались нахнем и подойдет. Василий, у вас были отношения с американкой. Почему не женились? Она не хотела. Она была карьеристкой и не хотела жениться, иметь детей. Что вы говорите? А мне кажется, американки не уходят замуж, потому что их не зовут. Они противные. Я не знаю, разные, наверное, бывают. У вас была не противная? А она кто была? Не наша, а не соотечество большая? Нет, нет, абсолютно нет. Прямо американка, американская? Да, у нее были какие-то ирландские, немецкие корни. Она была из Южной Каролины. Ой, смотри-ка. Смотри, не вышла за такого красавца Васю замуж. Ой-ой-ой. А вы, небось, плакали там в подушку. Ну, не то, что плакал. Ну, хотелось вам самому семьи уже или нет? Да, мне хотелось. Плюс мои родители постоянно мне сначала далекие. А родители там живут? Да. А, они вас сюда, наверное, мальчишкой вывезли, да? Туда, да. И образование получали в Америке? Да, все, в Америке получали. Ну, ясно. Жених хоть куда. Да. Вы прям, знаете, мне даже радостно. Откуда? От верблюда. Даже настоящие американцы сюда приезжают за русскими. Ужасные все эти буржуазные сети. Мне кажется, это некоторым русским женщинам так приятно думать. Мне кажется, что везде есть женщины достойные, прекрасные и страшненькие. И просто наши подчиняются. У них самая красавица такая, какая у нас самая средняя. Правда же, Вася? Ну, знаете, внешне моя девушка была довольно-таки очень красивая. Не портится нам настроение сейчас. Она была обыкновенная, Вася. Обыкновенная. Он спокойный, может быть, так сказать. Спокойный? Ты тоже спокойный. Ну, иногда. Да, да. Иногда. А чем отличаются вообще вот американки? Они какие в быту? Что вы имеете в виду? Не готовила? Или готовила? Нет, абсолютно не готовила никогда. А что надела? Ну, и были какие-то обязательства или нет? Или как вот в кино показывают. Зашла я прям в туфлях раз и под одеялка. И спать. Да, именно. Вот так, да? Прям в туфлях? Да, в вечернем платье. И мужчины тоже. Они, говорят, в туфлях ложатся. В носках. Да. Это знаешь, как деревенского парня американцы спрашивают. Ну, как тебе Нью-Йорк? Он говорит, клево. Только все бросают жвачки на тротуар. И они прилипают к кроссовкам. Это не скроешь. То, что человек из Америки... Нет, конечно, не скроешь. Сразу видно. Что имеем-то? Ну, то, что там в Америке что-то есть, это понятно. А, кстати, гражданство мы получим, если вот мы сейчас невесту найдем. Если все в порядке с гражданством. Будет, да? А здесь что мы снимаем? Своя квартира. Своя квартира. Хорошо, хорошо. А операторы много зарабатывают? Ну, смотря какие. Ну, вы знаете... Я вообще не знаю, какие. Ну, там, конечно, в Америке больше я зарабатывал гораздо. Но дело в том, что есть, вы знаете, халтура различная. А, халтура – это хорошо. А потом для души хочется. Правда же, Василий? Если не в 32 года для души, тогда зачем? На кой ты жизнь нужна? А, так еще не тише кормить надо. Да, и накормит ему для души, а там, о жене что делать, когда где-то... Тоже пусть работает. Детятитьку просит. Ну, пусть работает. Хочет в шубку, пусть пойдет заработать себе на шубку. Правда же, Василий? Он волнуется. Волнуется. Он вполне вменяемый, мне кажется, откровенный, честный человек. С хорошими интересами. Подарки любите дарить? Да. А какие подарки? Ваша заморская-то, американка-то? Я люблю... А, или как кто у вас там на вас обиделся-то, на кепочку-то? А, ну это уже здешняя девушка, когда у меня здесь. А вот у нас девчонки-то вот такие. И думаете, что она не знала, что вы из Америки? Ну, правильно. Ну, так тоже нехорошо, Василий. Ну, что кепочку привезли? Ну, девочка же дала, наверное, хоть какую-нибудь прилипку там на холодильник. А вы ей кепочку? Нет, ну, можно я, если хотите, вам подробнее расскажу. Давайте. Мы познакомились на съемке, начали там встречаться. И она мне как бы как-то намекнула, что ей нужен новый телефон. Аж холодильник сломался, в котором мышь ночевала. Да, именно. Ну, в Москве сейчас так принято знакомиться. Продайте внимание, что это самое. Парень повелся сначала, видимо. Да, это очень хорошо. Ну, короче, купил. Купил, да, все купил. Но дело в том, что когда я возвращался, багаж мой задержали. И я приехал, прихожу, встречаемся к ней. И, соответственно, я ей принесу. Она сразу смотрит на руки. Чего привез? Да, такая в пакет, нормально. А вы даже не успели ей сказать, что чемодан задержался. Нет, я не хотел ей говорить. Ну, и просто, чтобы хоть что-то вместо здрасти кепочку ей. Не, ну, в принципе, не знаю. Она зубы стиснула. И у меня не кепочка? Слезы еле сдерживает, да? Нет, нет, я... И причем, когда она мне звонила по телефону потом уже, когда я ей звонила из Америки по телефону, она мне говорила, Вась, привези мне хоть что-нибудь там, какой-нибудь песочек, ракушечку. Да. Ой, как говорится, мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь. Ну, как будто бы. Я считаю, вот в Москве особенно очень много девушек корыстных. Те, которые хотят деньги, деньги, телефонные. Ну, вот, я тоже так считаю. В общем, девушка-то сделала вам русский приветик не сразу. Не, 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 не сделала никакой русский приветик. Она обиделась, и я чувствую, за что она обиделась. Я как бы понимаю, в чем дело. Да. Ну, я как бы совершенно... Делайте вид, что не понимаете. Не придаю этому никакого внимания, ну, обиделся, обиделся. Она говорит, вот я, мне надо с подружками встретиться, но я как бы прилетел. А у меня телефона нет, я же с ними не могу связаться, да? Не, 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 не. Ну, у меня был какой-то старенький до этого. Ну, вот, мы расстались. Она мне пишет смс, вот так вот ты ценишь нашу любовь. Ну, как бы подарил мальчику, вот так ты ценишь вашу любовь. На что я отвечаю? Разве ее любовь имеет цену? Молодец. Василий, молодец. Очень по-американски. Видно, что человек состоявшийся. Поэтому его хочется пощипать. Человеком надо. Взять с него, то взять. Я так и не поняла, чем он занимается. Она потом к вам пришла же. Нет, ну, естественно, на следующий день мы опять созвонились, и как бы все как бы... Она уже закусила удела, потому что подружки ей сказали, ты, Люся, еще потерпи немножко. Вот, давай. Будет еще Новый год, и 8 марта, и вот мы его проверим. Подружки же собираются, и начинают вам мыть кости. Жадина, говядина, левые и так далее. А не приглашала к себе в гости, и говорила, ой, я думаю, прям даже кофе тебе не могу напоить. И вы с ней в магазин, и там пять тележек. Маме, папе, брату. Нет? Нет, но дело в том, что она... Это у нас так делают, девочки. Потому что ты раскрываешь все секреты сразу. Я еще вам расскажу. Потом у нее неожиданно испортен строение, а вы будете ее пытать мыло. Что, Люся? Она, нет, нет, ничего, Вася, не хочу даже тебя грузить. На пятый раз скажет, что влезла в долги по уши, у нее большие проблемы. Ну, Вася, не надо, мне от тебя ничего, только любовь. Третья проверочка. А что грустно-то такое? У мамы провалился потолок в доме. Нужно сделать ремонт. И вот это называется, по-ихнему, это проверка на жлобство. Вот, а по-вашему, это развод. И, ну, девушки в Англии, они, ну, по-моему, они... Значит, послушайте, русские девушки корыстные, хотят всего и сразу и много, особенно если американец, особенно если говорят по-русски, красивый оператор, известный и работает на известном канале. Поэтому вы легкая добыча, не будьте дураком, продолжайте дарить кепочки и значки, в лучшем случае жвачку или джинсы, там, на какие-нибудь за 5 долларов. Это будет ваша проверочка. Подарки хорошо, но... Иногда знаешь, как мужчины откупаются? Что-то сделал, подарочек. Чем дороже подарочек, тем больше она творил. Мы сегодня вам найдем правильную девчонку, бескорыстную, творческую, которая будет ходить за вами, Аки Собачонка, и говорить, обожаю, преклоняюсь. Правда же, такая можно? Правильно, потому что Вася у нас относится к типичному представительному виду мужчин. Который любит, чтобы тешили его эго. Поэтому нужна женщина преданная, ну, чтобы вы самые талантливые, чтобы вы чувствовали свою силу, свою значимость в глазах вашей женщины. Правильно? Она должна быть маленькая, хрупкая. Ну, пускай немножечко так будет плохо решать какие-то проблемы, пускай муж даже повесился в холодильнике. Но должна обязательно, конечно, смотреть на вас и восхищаться всем, что вы делаете. Ты и женственная, и ты неиспорченная, как вот в России. Ну, спасибо. Я так считаю. В России гораздо больше женщин, которые не столь меркантильные, как те дамы, которые попадают к нам на программу. Они такие страшные, которые не меркантильные. Нет, далеко не всегда так. Очень многие сами содержат своих мужей годами, сами тянут детей. Очень многие с молодых ногтей пытаются выстраивать отношения с мужчиной, ничего от него не требуют. Поэтому мне кажется, что вы найдете свою любящую девушку, тем более, что вы, правда, ищите очень творческую, тонкую, душевно-тихую. Я вам советую девушку, не столько активную, не столько притягивающую к себе внимание, хотя вам внешне этот, как идеал, может видеться. Вам нужна девушка, которая будет жалостливой. Проверяйте ее на жалостливость. Любит ли она животных, любит ли она растения, не безразличны ли ей какие-нибудь, например, экологические проблемы. Но я говорю это теоретически, потому что вам нужна, правда, девушка с широкой душой. То есть очень сострадательная и сочувственная. И красивый он у нас визуальный эстет. Я могу сказать, что в программе это всегда видно. По поводу красивости пройдет с годами. Ой, а вам интересно, кого я вам пожелаю? Конечно, интересно. Ну, поезжайте к себе в Америку. Там найдите нормальник, который привык, с которой вырос. Потому что вас здесь все будет буквально на каждом шагу удивлять и пугать. Я думаю, в Америку не надо, можно ближе. В Англию, да? Совсем скоро претендентки сразятся за симпатию нашего жениха. Шансы каждые оценим после рекламы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Василий. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Привет, Василий. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Я охотница. Надеюсь, сегодня я тебя поймаю. Спасибо. Спасибо. Красотка. Да, он провожает. Не вариант. Не вариант. Его эфир вообще, конечно. Здравствуйте, девчонки. Вы близнецы, что ли? Нет. Нет, мы сестры. Ну, давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Диана, 28 лет. Секретарь в нефтегазовой компании. Спит в бегуде, вышивает гладью и не пропускает театральные премьеры. Мечтает о ранчо с лошадьми. Возлюбленный Дианы на все ее предложения поискать работу отвечал презрением и обзывал ее мещанкой. Когда надоело содержать его, ушла. Надеется, что у Василия ежемесячная зарплата. Ну, что скажешь? Ну, у таких, как Диана, путь от вздохов при Луне до стонов при разделе имущества оказывается, к сожалению, очень быстрым. Потому что вы категорически не умеете выбирать правильных мужчин. Вы как раз тот самый жалостливый русский типаж, который способен выбрать мужчину просто из одного душевного влечения. Это не обязательно мужчины без денег, которые попадаются на Вашем пути. Но это могут быть мужчины, лишенные всяких внешних признаков достоинств, которых Вы пытаетесь в своих глазах дотянуть до идеала, а потом и в глазах окружающих тоже. Пытайтесь с этим бороться. Очень красивая улипка тоже, очень красивая. Роза, тебе невеста нравится? Радуется мне невеста. Вот смотри, красавица какая. Самое интересное, что трудолюбивая, и горничная работала, и официантка, и причем там как раз это. То есть, значит, где... Ну, в иноземных. Где вы работали? В Штатах. В Штатах. О! Поэтому культуру знает, жизнь уже опробовала, тяжелую жизнь опробовала. Единственное, конечно, Дианочка, ну не требуйте от мужчин слишком много времени для себя. То есть, ну некто работать будет. А такой красотой он как одевать надо. Невеста нравится. Платье красивое. Платье, платье красивое, да. И все. Нет, ну почему? Охотничья не стыкс. Она может ловить, хватать. Вы москвички, да? Нет, мы не москвички. Сами из Краснодара. С юга. Ну, южная столица, можно так сказать. В Москве три года уже живем. А где вас угораздило-то вот с таким бездельником встретиться? Здесь, в Москве. Я приехала и буквально через две недели познакомилась с молодым человеком, чисто случайно. Это был день города, мы как-то так... Чем обаял? Чем? Ну всем. Ну, красавец, умеет подойти к женщине, красиво говорит как-то так с душой. Сколько времени прошло до того, как вы сошлись? Ну, жить мы стали вместе где-то через 7-8 месяцев только. Просто красивая девушка, это не все. Ну вот, вот, это правда. Надо что-то внутри. Да, сведения иметь. Стали вместе жить, на самом деле все было прекрасно поначалу. У него была работа, у меня была работа, мы себя обеспечивали, как бы нам на все хватало, мы гуляли, прекрасно проводили время, а потом вдруг... Он потерял работу. Да, он потерял работу. Его уволили. И для него это, видимо, оказалось таким большим очень шоком. Да, мужчина тяжело, переживает потери работы. Да, он просто вошел в такую затяжную депрессию. Да на сколько депрессия затянулась? Депрессия затянулась надолго, но по моим параметрам это надолго, это было 4-6 месяцев. И он не собирался никуда? Я не видела от него никаких действий. То есть буквально это... Ну, в общем, это стало решающим, то, что вы с ним... Лежал на кровати. Лежал на кровати, а потом через некоторое время стал вообще по ночам играть в компьютерные игры. А, ну это все. Мотивируя это тем, что, ну знаешь, я в детстве, наверное, не доиграл. Да, понятно. У тебя человек обаятельный, он мог бы быть актером. То есть в нем просто пропадает этот дар. Она хочет вот поймать, чтобы потом иметь. Быть делать, иметь. Вот здесь другое, посмотрите. Василий, во-первых, с ума не сойдете от ревности? Ну, общалась уже с красивыми, привлекательными мужчинами. Василий ездит в горячей точке. Он оператор. Опасно, страшно, командировки затяжены. Да, это страшно. Да, тут не от ревности сойдешь. Да, здесь не от ревности, просто от волнения, я согласна. Но того стоит. Я считаю, да. Она очень спокойная, спокойнее, чем я. Не важно. Не важно, да. А подарки любите получать? Ну, кто не любит получать подарки, конечно. У нас есть такое свойство. Ну, конечно, люблю, но требовать никогда не стану подарков, честное слово. То есть я считаю, это должно от души. Ну, а если мужчин, допустим, не понимает, что вам бы хотелось, но не знает там... Нет, ну сказать, что бы мне хотелось, если у нас уже близкие отношения, почему нет, конечно, я могу. А вот если, допустим, не в тему, не в жилу подарок, вот спроси меня, как я себя веду, когда мне макасы. Как ты себя ведешь, Лариса? Я плачу, я плачу, я не разговариваю, я хожу с опухшим глазами. Ты с дарителем не разговариваешь? Я с дарителем не разговариваю просто, да, я рыдаю, все меня выхаживают. Вот что с тобой? Я говорю, останьте все, гады. Просто рыдаю, реально. И дочка, если не макасы. А зачем ты так делаешь? Потому что меня он обижает этим, потому что у меня все время подарки и много. А что? А мне вот не хватает духу и не хватает смелости сказать, что мне что-то не нравится, например. Мне кажется, человек старался, делал уже замечательно. Я даже орать начинаю. Что ты мне подарила опять, гад? Я хочу быть тобой, да? Я тоже. Не получается пока. Поэтому подарки нужно озвучивать заранее, чтобы вы вот хотели, ладно? Чтобы такая фигня не получилась, как с кепочкой и со значком. А что вы хотели бы в качестве подарка? Ну, смотря на каком этапе. Если дня через два, то колечко, правда? Да, на дня через два колечко. Да, на дня через два, то колье. А что? Значок вот такой вот на палочке написано. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Или еще сердце такое. Типа, I love me. Ну, а что? Колечко. Нет, значок, может быть, тоже не нужен, но не рада ли скольцом. А вообще не нужно колечко. Вам нужно колечко? Подарки, а почему красивое колечко больше ценится? Нет, она хочет, это, колбасу, понимаешь, завернутую в доллары. В доллары. Да, Дианочка, а правда в бигуди ходите? Правда. Вот с огурчиком, да, на глазике? Нет, без огурчиков. Нет, очень мило я смотрюсь, я бы сказала, в бигуди. А прям такие вот, да, вот как тогда? А что это? Нет, а если в железных? Или если она делает их из газеты? Нет, я из газеты делаю. Как в 40-е годы в коммуналке. А зато знаешь, какие кудряшечки классные? Вот это что? Вот она ходит в бигуди, и что? Это секси. Секси. Нет, да. А что лучше? И пылесосить. Василий подсветится, и клипик снимет. Правда же? А что? Музыка будет тогда идти. Лариса, а что вы, кстати, одни вот как Дианочка. Кстати, некоторые это осуждают, особенно огурчики на глазках. А другие, допустим, с утра встанут, марафетик наведут, еще муж даже не проснулся. А что вам лучше нравится? Можно и так. Вот такой секси, как Лариса говорит, или уже готовы при параде? Роза, я отвечаю. Когда мужчина влюблен, ему нравятся все. Огурчики, помидорчики в голове. Ему нравится все. Если не любит, ты вот хоть в 5 утра проснись, и уже на полном... Потому что он будет просто туда, где он будет. Ну, вообще говоря, в семейной жизни с мужем и детьми лучше экспериментировать в ванной за закрытыми дверями с внешностью. Потому что можно и ребенка масочкой с утра напугать, и все. Поэтому я бы все-таки девушкам советовала с утра этим заниматься. Василий, ну у вас же все просто в Америке, да? Вы там все обсуждаете. Там типа масочку сделать или любовью заняться. Дорогая, мол, что ты предпочитаешь сейчас в это время суток, да? Да. Вы же такие там без затей. Чем проще, тем лучше, правильно? Ну, не без интереса, наверное, смотрит, да, Василий на нее? Да, я не хочу так сказать, но может быть... А зачем вам, чтобы ваша жена думала по-английски? Вот я тоже хотела спросить, почему она думала? Вам-то, Василию, с русской душой, зачем? Это не помешает и на русском, и на английском думать. То есть если она будет ограничиваться, типа вот how much? Вот это мало, да? Нет, это зависит от обстановки, в какой ситуации я нахожусь, и я могу думать на разных языках. Например, когда я в Америке нахожусь, я на английском... Ну и чего вы там с младых ногтей? А вам не важно, о чем она думает? Будет ли она пустышкой, которая знает английский язык, или будет ли она начитанным умным человеком с глубоким душевным содержанием? Тогда она по-любому должна знать английский. А я не знаю. Ну ты и нечестный, если говорить, и не надо тебе. Татарский знаешь, и слава богу. А что вы приготовили для Василия? Вот мне интересно. Я спою. Ух ты, давайте посмотрим. Про себя она ни один недостаток не называла. Нет? А у меня тоже нет, не дожди. Не, ну опасная женщина. Опасная? Ну опасная, на мой взгляд, да. Па-дам, 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 па-дам. Я хочу стать любимой, как ты, только ты. И никого другу, но ты. Я хочу стать любимой, как ты. И, ну, о-о-о-о-о-о-о. Молодец, какая! Спасибо, девчонки, идите в комнату свою. Супер-жених, мне понравился. Думаю, тебе он подойдет. Понравилось? Я получил большое удовольствие в плане того, что человек очень открыт, своеобразен и в чем-то внутри талантлив. Ну, понравилась вам девушка? Мне понравилась. Спасибо. На мой взгляд, это... Сейчас пока у меня стоит номер один. Мы понравились. Вы нам тоже понравились. Василий, а как вам, Диана? Ну, девушка симпатична, неплохо поет. А дома еще лучше? Да, дома еще лучше. Веселая. Чувствуется. Ох, мне сбросить бы лет бы сорок. Я бы вас ухохотала в секунд пять бы. Нравитесь вы мне, Василий. И поэтому я считаю, что Диана не ваша девушка. Простовато для вас. Чего уж там. Ну, не для этого вы ехали из Америки. Я так думаю. Ну, может быть, тем проще, тем лучше. Как бывает. Да нет. Роза? Я считаю, ты правильно. Правильный синоглогольщ Василий. Чем проще, тем лучше. Смотри, Роза меня защищает. Это с ума сойти. Просто никак не могла этого ожидать. А что, вот смотри, какое произношение. Я вот ничего по-английски не понимаю. Ты бы конечной проработала там и тоже бы так бы говорила. Ну, все равно, а что? Вон у нее спина-то не обломалась-то горничная работа. Значит, и за мужем следить будет. А голод-то не тетка, Роза. Значит, и прокормят, если что. Он со своей этой теговиной-то, знаешь, не всегда тоже копеечку хорошую в дом принесет. А она может. Мало ли что, заболел там, ножку сломал или еще что-то. Ты что так, работу оператора уничижаешь? Никто на Василия не нападает. Я думаю, что на самом деле, более того, именно в силу того, что он оператор, ему сегодня лучшие планы гарантируют. На том, что на него работаем не только мы сейчас на его счастье, но все операторы, которые есть в этой студии. Поэтому у вас все будет в порядке. Операторский анекдот быстрый. Первый раз оператор пришел в театр, грустный такой, возвращается домой. Жена говорит, ну как тебе спектакль? Он говорит, нормально, ну все, общиком. Супер. Здорово. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Насколько удачным окажется новое знакомство, узнаем через несколько минут. Оставайтесь на первом. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Василий. Идите знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Я ваша английская невеста. Спасибо. Проходите. Спасибо. Спасибо. Я немного есть, плохо говорить по-русски. С кем вы? Вот моя мама и моя подруга. Мама у вас актриса? Ну, я не бы сказала, но... Выглядит как звезда. Спасибо. Давайте на вас посмотрим. Виктория, 23 года. Преподаватель английского языка из Великобритании. Поет Катюшу, носит фенечки из бисера, обожает голубцы в сметанном соусе и читает Чехова в оригинале. Мечтает хоть на день забыть про диету и съесть 2 килограмма чучхелы. Жених Виктории съездил в отпуск за ее счет. Вернувшись с отдыха, объявила расставание, но долг так и не вернул. Надеется, что у Василия хорошая память. Как тебе невеста, Вася? Ну, можно описать несколькими словами. Быстро увлекается, очень благородная. И именно с этими двумя качествами очень сложно выйти замуж до 30 лет. Такие женщины до 30 лет выбирают мужчин, повиняясь вот этому внутреннему благородству, иногда псевдоблагородству. Ну, и мужчины могут садиться на шею, когда человек слишком расположен к нему. Роза, как тебе невеста? Ну, пусть на меня Англия не обижается. У нас своих невест хватает, в конце концов, чтобы еще хороших мужчин, пускай даже из Америки, просто так отдавать. Ой, бессовестная. А как мы всегда были русские такие? Я патриотка нашей страны. Такие щедрые, нам никогда ничего не было жалко. У нас своих девчонок пристроить невозможно. Подожди, а вот едут и едут. Виктория говорит по-русски, а ее мама говорит по-русски. Мама русская. И что? Лучше хотят забрать просто-напросто. А что мы делать тут будем? Ой, Роза. Вот от таких карты впечатления. А Ролина, да. У меня работа такая, у меня девчонок пристраивать нужно. Она отбирает наш генофонд. И у нас натуральный, у этого все натуральное, все свое. А что у вас за история была с англичанином? Расскажите вашу историю. О да, ну, не было, это не очень, ну, как сказать, счастливая история. Он был, ну, не очень добрый человек, но я была очень молодая. Я не знала, что, ой, это не хорошая ситуация. Для меня это просто было как опыт. А в чем была его недоброта? Ну, вот в чем? Он просто был очень, ну, расстроен в жизни. Он был, ну... Депрессивный? Ну, вот, вот, да, вы правы. Он был тоже агрессивный иногда. А за что тогда вы его полюбили? Ну, я была очень молодая, я не знала, что... Ну, это такая первая любовь, да? Ну, я... А, может. Сейчас я не бы сказала, что это была первая любовь, потому что я считаю, что если я сильно полюбила, значит, что сегодня я... вот, любовь продолжается, и любовь нету к этому человеку. Понятно. Вы в России давно? Год. Ту первую надо, эту, Бориславу переслать, с этой дружить, а эту к себе. Мне кажется, она будет классно смотреться на кухне. Английские девушки, женщины не особо косметикой пользуются. А вы как к этому? Ну, я не делала, я не могу делать, как красиво, ну... В 23 года не нужно совсем. Как-то не нужно, интересно, не нужно. Нужно даже очень. А тебе больше нравится, когда приходят с надутыми губами и накрашенные в три слоя? В 23 года. Мне нравится, когда приходят наши соотечественницы. Даже не обижайтесь. Лучше иностранцев нам сюда. Да, мужчин должны к нам не быть. Если уж на то пошло. Ну, мы Василия заберем, а потом пусть иностранцы приходят. О чем мечтаете через пять лет? Как видите свою жизнь? Ой, трудно сказать, потому что я даже не знаю завтра, что я буду делать. Но я просто, ну, считаю, что для меня самое важное, это чтобы путешествовать, чтобы видеть мир. Может быть... И дети для Вас не проблема, потому что в Вашей стране, и как во многих цивилизованных, все для того, чтобы путешествовать с ребенком, и чтобы это путешествие было комфортно. А сейчас, поскольку Вы пришли бороться все-таки за конкретного человека, за Василия, я немножко такой перекрестный, да, вопросы. Вы смотрите, у Василия опасная работа, он бывает в горячих точках. Он снимает горячие сюжеты. Не будете переживать за него? Я не буду переживать. Я не переживаю. И правильно, и не надо переживать. А почему? Вот жизнь опасная. Вообще, жизнь опасная штука. Вы хотели вопрос задать? Вопрос я хотел задать. Такое, что, скажем, если Василия приглашают, будучи зная, что он живет или жил в Нью-Йорке, и так далее, вдруг главным оператором в Магадан... Сибирь, кандалы. Да ладно, кандалы, кандалы. Если, но героизма, ответственности... За мужем поедете туда, где плохо, где не устроено, где снег, где холодно. И кто скажет, что это плохо, это просто разный способ жизни, это разные места, но это не... Готовы экспериментировать? Ну, я люблю приключения. Правильно, а что в Магадане? Почему наши в Магадане едут? А почему по-английски девушки поездят? Что ж там такого плохого-то в Магадане-то? Наша не поедет ни одна, поверьте. Ту девушку, которая писала Василий, не поедет. Да поедет, поедет она куда денется. Она поедет? Поедет. А что вы приготовили? Какой сюрприз для Василия? Это песня, одна из моих любимых песен. Пожалуйста, давайте послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну это поет гораздо лучше. Знаешь почему? Тише. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, девочки, спасибо огромное вам. Вы можете пройти в комнату и посмотреть на нас отнюдь. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Борислав, слушаю вас. Как скажете ваши впечатления? Очень запахло каким-то таким вот уютом и каким-то вот таким вот добрым семейным очагом. Мама, какая приятная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Василий, что вы скажете? Хорошая, интеллигентная, симпатичная, аристократичная девушка. Голос очень приятный. Вам понравилось тоже? Ты очень приятная. Хорошо понравилась. Я имею в виду мужчина. Василий, да? Нет? А можно. Василий, чуть-чуть. А, ну, чуть-чуть. Мне бы очень хотелось иметь вот такую подругу. Потому что невозможно просыпаться с разговорами, кого развести, где заработать, кто кому что подарил, кто какой купил дом. Ну, невозможно. Вот Виктория как-то над этим. Может быть, в силу возраста. Я себя не помню. Может быть, и я была в 23 года. Не такая циничная, не такая прагматичная. Но как-то мне вдруг захотелось вот в ту молодость. В ту молодость, которую у Виктории. А не в ту, когда приходят к нам девочки с собачками. Ты не испорченная, ты не москвичка. Ну, я надеюсь, что он так выдал. Я надеюсь, что он так выдал. Я хочу просто напомнить о том, что наши девушки, по крайней мере, каждая вторая знает, что у нее будет через 5 лет. У нее как госплание. Конечно. Когда дети, когда что. И это не есть плохо. Правда, это не важно, что они будут следовать этим планам. Но зато это четко и понятно. Потом у нас не столь равнодушные девушки. Я сначала подумала, что она не понимает, о чем идет речь. Поняла очень даже хорошо. Какая разница в горячую точку нам с детьми? Или все равно в путешествии? Нет, а я считаю, что поняла. И декабристка она никогда не будет, поверьте мне. А нужно ли? У тебя на местах, тетя, ты не поняла, когда она говорит, горячая точка. I didn't know. Hot spot. Ну что это значит даже по-английски? Да. Это ури Венера в стрельце в соединении с Сатурном. Она человек пылкий, увлекающийся, но она действительно не эмоционально и не сочувствована. Это правда. Я могу это с точки зрения гороскопа подтвердить просто. Мне очень нравятся вот эти женщины, тоже короткие волосы. Да, она была очень добрая с мной, да. Впереди у нас третье свидание, судьбоносный выбор. Смотрите все самое интересное после рекламы. Вы смотрите «Давай пошелимся». Я предлагаю вам, Василий, встретиться с третьей девушкой. Удачи! Василий, я хочу тебя обнять. Спасибо. Смело. Но все равно лучше, чем англичанка, да? Англичанок не надо нам никаких. С кем вы пришли? Это мои друзья Сергей и Сергей. Очень приятно, Сергей и Сергей. Давайте нас посмотрим. Александра, 26 лет. Менеджер в медицинской компании. Читает православную литературу, слушает Аллу Пугачеву и стоит в позе дерева. Мечтает завести террариум. Когда кавалер на первом свидании сообщил Александре, что у него неизлечимая болезнь, она не испугалась. Прожила до его смерти. Надеется, что у Василия со здоровьем все в порядке. Что ты скажешь о невесте? Не могу сказать, что у Вас простой характер. Любите наставить на своем. Если что-то испытываете, то очень ярко демонстрируете чувства. Иногда способны эмоциями показать даже больше, чем у Вас есть. Иногда эмоциональный внешний выплеск больше, чем даже переживаемое. Когда человеку что-то радует или огорчает, он говорит вау, кричит о своей радости или громко рыдает о своем огорчении. Но для молодой девушки это, в общем, хорошо. Что скажешь, Александр, как невеста сегодня? Невеста хороша. Вот она, натуральная жена декабристка, просто-напросто. Вы, Васенька, будете ей хорошей в любом виде. И героем ваших спецрепортажей. И даже если вы хныкать будете в своей депрессии творческой, лежа на диване, любить будет, холить, леять, ничего не боится. И красавица. Умница. Так что рекомендую. Мне кажется, ей жених не нравится. Может быть. Ну и хорошо, нам нравится. А у Вас была печальная на самом деле история. Вы познакомились с парнем, да? И он Вам буквально сразу сказал, что у него неизлечимые болезни? Да. Да, это было так. И сколько же Вам было лет? А, это было вот практически недавно. Мне было 25 лет. И Вы настояли на романе? Я не настояла на романе, он просто случился. И... Ну да, так все и произошло. И как долго у Вас был с ним роман? Полтора года. То есть Вы были рядом с ним до последних его дней? Я знаю, что когда его парализовало, Вы со своей мамой ухаживали за ним, да? А, я жила после этого с его мамой какое-то время. А, с его мамой ухаживали за ним? Да. Да, с его мамой. А сколько времени прошло с тех пор? Почти год. Ну, да, я очень сочувствую. Спасибо. Вам 26 лет? Да. Правильно жизнь начали, я Вам хочу сказать. Правильно живете? Надеюсь. Я думаю, это очень трудно. Я не могла бы. Вас ничто не напрягает у Василия? Пока нет. Ну и Вам традиционный вопрос. А вот как Вы будете и будете ли сопереживать, если Василий вдруг уедет в командировку надолго? А Вы не сможете с ним поехать, потому что у Вас своя работа? Я знаю, что я буду переживать. Это я знаю точно. Мне будет тяжело это вынести. А что Вам будет тяжелее? Переживать, когда он уедет в горячую точку? Или то, что он работает на телевидении, снимает и, как правило, некрасивых на телевидении не берут? Ну, иногда только. Извини Вас. Вас, извини. Шутка. А? Как будете названивать ему? Названивать буду. Будем? Я думаю, это будет нечасто. А телефончик будете проверять? Честно. Проверять? Ну да, мы смс-ки. Нет. Правильно. Я не смогу. Вот этого я не умею. А если в 2 часа ночи приходит смс-ка, и он шифруется, а он говорит это по работе и продолжает переписываться там в 2 часа ночи? Нет, там срочно съемка. Я даже не могу себе такого представить. Ну это мы знаем, а супруга-то не знает. Честно, я такого даже представить себе не могу. У меня такого нет. У них все будет хорошо. Не может быть. Доверяйте, но хорошо. Хорошо только те, кто делает для того, чтобы все было хорошо. Все эти проверки до хорошего не доводят. Как говорится, ищешь, всегда найдешь. Да, всегда. Найдется то, что найти, то, что не хочешь. Скажите, почему пришли с двумя мужчинами, а не с подругами? У вас нет подруг? У меня есть подруги. Но все-таки в это дело лучше брать мужчин. Почему? Потому что они все-таки лучше разбираются в мужчинах, так как они мужчины. Они мне могут подсказать. Вот смотрите, вы лучше разбираетесь. Может быть, есть какие-то вопросы, по ответам которых вы узнаете, Василия, получше? Я думаю, что они друг к другу подходят, и, честно говоря, я думаю, что они вообще могут создать хорошую семью. Потому что ситуация, в которую попала Александра, то, что она была с больным до последних дней, вообще благотворительность, сострадание – это то, чему мы бы должны поучиться у Запада. Нет, я хочу сказать, что… Там это нормально делиться, там нормально все эти благотворительные фонды, нормально, что дети, не отличающиеся от здоровых, учатся в одной школе, там никто не будет бежать за душевно больным и ему там дразнить. Никто не будет, потому что по-другому воспитывать. У нас этого нет, давайте признаемся, у нас есть другие достоинства, но этого у нас нет. Поэтому, я думаю, вы легко впишетесь, если вдруг вам здесь наскучит или не получится в России, вы вернетесь в Америку, вы нормально там приживетесь. Ну и в ее глазах тоже нету искры, да, интереса даже к нему. А есть о чем на берегу еще, допустим, предупредить Василия? Может быть, есть какие-то привычки дурные? У меня нет. Ну, может, какие-нибудь, у меня есть какие-нибудь дурные привычки? Ну, вы, конечно же, не курите. Конечно, есть. Нет? Саша идеальное дело. Александра, вы не курите? Нет. Ну, вы, естественно, тоже, в Америке сейчас это проблема. Я была сейчас на гастролях, покурить нельзя. Я думала, я так всех перехитрю, а кондиционер сделала на полную мощь. И в туалете с сигаретой вдруг такой вой. Я вышла, говорю, а что такое? Что происходит? Почему лифт не работает? Говорю, кто-то где-то курил. Я говорю, вот уроды. Ну, знаешь же, что нельзя. Ну, как же можно было? Она меня смотрит, я говорю, Люба, и говорит, а ты не курила? Я говорю, я? Ну, я же знаю, что нельзя. Конечно, нет. Поэтому я думаю, что там большие проблемы в Америке. Ну, после 12-ти можно в барах курить. Можно? Ну, в некоторых. Ну, так вы покуриваете? Нет. Спортом занимаетесь? Очень много. Я это дело люблю, да. Потому что в Америке тоже это дело любят. Да. То есть у меня день без спорта, просто как будто проползаю. Вы сколько хотите детей? Двух троих. А вы? Такая же цифра, да. Двух троих. Девушка такая серьезная, вдумчивая. Покажите, пожалуйста, что вы приготовили для Василия. Спасибо. Я знаю, что у тебя очень опасное хобби. Ты занимаешься дайвингом. Там могут быть очень опасные животные, и это акулы. И у меня есть средство, которое может тебя защитить от этих кровожадных животных. Кстати, акулы есть и в Москве. Да? Да. Ты можешь тоже это сделать. Я хочу тебе ее вручить. Ты сейчас попробуешь это делать. Это акула. Она сейчас будет на тебя нападать. Ей нужно попасть этим средством в нос. Потому что если попадешь в другое место, она только разозлится, и что-нибудь может тебя оторвать. Поэтому только в нос. Целься в нос. Я очень за тебя волнуюсь, поэтому я хочу, чтобы ты сейчас потренировался. Мне кажется, лучше в глаз. Нет, в нос. Ау. Желтая. Она повержена. Повержена. Так, я побрюху. А это тебе. Это мне. На долгую память. Спасибо большое. Спасибо. Вы неплохо смотритесь, кстати. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие красивые цветы. Победа за нами. Борислав, что вы увидели в девушке? Эксцентричный довольно такой подарок. Это не просто как бы песенка, а некое такое изобретение. И то, что называется человек, который, как я вижу, может стать настоящим другом по жизни. Наши победы, собственно говоря. 1-0. Василий? Ну, девушка хорошая, симпатичная. Видно по форме, что спортивная. Ну, креативная, с подарком с этим акулой. Хотя я не знаю, как так. Можно от акулы отмахаться под водой. Если на нее жор нападает, то там бесполезно уже отмахиваться такой матышкой. Ну, с акулами он дерется, конечно, как настоящий мужчина. Василий, вот мне было бы интересно узнать, а вот как вам тяпочка? Очень хорошая. Качество подарка. Пропол хороший. Ну, такой инструмент нужный в хозяйстве. Ну, тогда вообще все сладится. Выйги кепочку, она вам тяпочку, собственно говоря. Почу, очень хорошо. А знаете, а муж, в конце концов, должен свою жену тоже доводить до определенного лоска. Уведете в Америку, покажете, как надо там одеваться, говорить. Там манер, вот ваш друг может это привить, если, конечно, не раздражает. Хотя, в принципе, я так все нормально. Я не вижу преград. Мне, Александр, понравилось. Вы видите? Так он не хочет вывозить, он хочет здесь. Значит, привозите. Камсоволк, активистка, красавица. Нет, сейчас Василий тебя будет выбирать, это сто пудов. Девушка странная, парадоксальная. Квадраты от Урана к Меркурию из стрельца в Деву. Для человека обычного это значит буквально следующее. Если ее будут прижимать и будут пытаться вводить ее жизнь в какую-то стройную систему, она будет бунтовать. Поэтому, если муж будет выдавать какие-то четкие требования, она будет с этим мужем бороться и от него уходить. И наоборот, если мужчина будет безалаберный, неорганизованный, она способна собраться сама и его собрать. Вот это удивительная история. Человек всегда в себе проигрывает одно из двух началков. Нет, Сашка, ты лучше всех, да. Лучше всех. Ну что, кого другу-то рекомендуете? Номер один. Диана, спасибо. Да, как я и говорил. Ну как тебе, жених понравился? Да, мне понравился. Мне понравился и внешне, и понравилось то, как он живет, его широкий кругозор. Спорт, приключения, мне это все очень привлекает. Меня вот сейчас задают вопрос, а на чем держится семья? Да на терпение, на мужском и на женском. Мне кажется, вот если сравнить наших трех невест, Александра более терпеливая. И у нее есть опыт, на котором мы можем опереть, сказать, да, действительно, вот девчонка молодец. Главное, как пластилин. Вот слепите все, что надо, и будет идеальная жена. А как ты думаешь, Сашечка, есть у тебя конкурент здесь или нет? Ну почему? Есть, есть. Две девушки достаточно такие могут составить в конкуренции. Еще возьмут и выберут. Когда он зайдет, ты выйдешь с ним? Я выбегу, конечно. Мне понравилась Виктория, но вы тоже же не за англичанкой приехали сюда. Поэтому я ни за кого. Потому что вот ту простоту, наверное, ту душевность, вот такую открытость, добродушие, вот особый какой-то взгляд, о котором, наверное, вам мама еще рассказывала. Нет, нет, обычные, обычные девочки. Нет, у обычных девочек должны быть обычные мальчики. Вы необычные. Поэтому я ни за кого. Третья девушка. Ему очень понравилось, по-моему. Если он придет, ты пойдешь? Почему нет? Мне кажется, что вам стоит попробовать отношения с Дианой. Только помните, ей в жизни очень не везет на мужчин. Она сама выбирает их не очень верно. Может быть, наша программа будет вот таким исправителем этой ситуации. Постарайтесь не испортиться характером, постарайтесь не стать тем обманщиком, которых на ее пути может быть много, к сожалению. Ну, поскольку вы знаете, кому идти, так и идите. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4 четверки. Вероника, 23 года, номер 1636. Директор по персоналу в медицинском центре. Ищет успешного, но простого в общении мужчину. Евгении, 65 лет, номер 1637. Поставщик морепродуктов для ресторанов. Был водолазом-спасателем. Ищет спортивную пенсионерку-путешественницу. Мы не знаем, выйдет Василий один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Привет. Привет. Мы не сомневались. Да, я очень рада. Я надеюсь, мы продолжим знакомство более близко. У нас есть пара, Василий и Диана. Если вы хотите оказаться на месте нашей герои, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай пожениться. Спасибо, удачи. Hello, my name is Jena. Welcome to Russia. Она уехала 18 лет в Нью-Йорк. Она работала моделью, и она уехала туда на три года. Ну да, я грудью кормил ее. Вы что? Сыночка просто мой, зайчик любимый. Прям господи боже. Ой, отпусти, проклятый. Что положено Юпитеру, не положено быку. Ну я думаю, что наши сегодня женихи не подведут. Так что Россия, вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова